Крепкие объятия, бесконечные разговоры, шутки, звонки, смех. Традиционная встреча односельчанкой Дышлер-Корушево прошла в одном из красивейших горных сел Крыма – Буюк-Озенбаш. Встречи здесь не проводились уже несколько лет, и озенбашцы успели очень соскучиться. Встречи односельчан по традиции начинают с молитвы. К встрече односельчан озенбашцы подготовились основательно, пригласили музыкантов, представили мини-выставку картин известного художника Мамута Чурлу, приготовили угощения для всех гостей. И, конечно, встреча не обошлась без песни «Озенбаш Хазлара». Озенбаш до депортации был одним из крупнейших крымско-татарских сел, поэтому и навстречу собрались сотни людей. В этом году к озенбашцам присоединились и выходцы из исчезнувшего села Стиля, расположенного неподалеку. У двух сел Бую Козенбаш и Кучу Козенбаш, расположенных рядом, богата история. Эти места были заселены еще до нашей эры. Мы сегодня угощения «Кастриль эвчик» были сказаны. До депортации в селе работали пять мечетей, школа, местные жители пешком ходили через горы в Ялту продавать на рынке свои товары. У меня было в доме, в теплое, в теплое, в теплое. Во время войны нацисты сожгли Узенбаш за помощь партизанам, но местные жители не переставали им помогать. Родом из Узенбаша выдающийся партизан и разведчик Бекир Османов. Узенбаш также родина Ахмета Кая, известного героя крымско-татарских анекдотов. Шутить узенбашцы любят и видят смешное в бытовых ситуациях. Шағырам тотамы, тата, текарансы, эт булашмасын деп, татам сағы потыра, мен артынан тересынсыздыр потырам, шоарада бір коншы келуе. Бақа козлерін томалақлатта аулен, сіздер не апастырды, сояслармы, сағаслармы деп, енді күлешіз қан аулен. Иште тересынсыздыр қанымызнен татам адет кебек, бізге хаве пішер кеттірау елге. Бақа козлерінбаш қанымызды, бақа козлерінбаш қанымызды, бақа козлерінбаш қанымызды. После депортации крымских татар бүйекузенбаш переименовали в «Счастливая». Кучу козлерінбаш стал многоречием. В 60-е годы здесь было построено Счастливенское водохранилище, ради которого уничтожили часть села. Сейчас бүйекузенбашы проживают около 50 крымско-татарских семей. В селе работает старинная мечеть.